Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии в ходе рабочей поездки побывал в нескольких странах Европы. Встречался с представителями Остинской диаспоры политиками стран. В Германии были очень интересные встречи на уровне депутатов регионального парламента города Берлина. По их инициативе в Германии и Берлине создан клуб друзей Южной Осетии. На первое заседание мы как раз взяли участие. Мы в этом смысле выполняем установку руководства Южной Осетии по поиску новых друзей, по поиску новых возможностей работы и в Европе, и в других странах. Как отметил Медоев, особо запомнились встречи, которые прошли в Италии, в городе Милан. Среди населения много людей, которые побывали в нашей республике. Им удалось учредить Ассоциацию дружбы «Италия-Аланья». В ходе встреч с политиками обсуждались вопросы развития двусторонних связей в сфере бизнеса, культуры и искусства. Важные мероприятия прошли и в Неаполе. В рамках рабочего визита Дмитрий Медоев встретился с представителями международной адвокатской компании. Обсуждался вопрос подготовки иска относительно Грузии по поводу геноцида «Осетин» в 1920 году. «Президент этой компании утвердительно сказал, что в случае обращения нашего правительства к этой адвокатской группе, они возьмутся сопровождать, изучать и сопровождать наши иски в международной инстанции». Министр иностранных дел сообщил, что эксперты юридической фирмы будут изучать материалы и документацию, чтобы провести анализ и привести их в соответствии с нормами международного права. Кроме того, в Брюсселе на площадке Европарламента прошла встреча с депутатом Европейского парламента Татьяной Жданок. Было отмечено, что она побывала в Южной Осетии в августе 2008 года. Обсудили возможность проведения совместных мероприятий, круглых столов и конференций, посвященные скорбной дате – столетию геноцида «Осетин». Стороны достигли полного взаимопонимания, вопросы уже на стадии разработки. Президент поблагодарил главу внешнеполитического ведомства за эффективную работу. «Я считаю, что ваша поездка была очень эффективной. В то же самое время говорить, что на этом можно успокоиться, я бы не стал. Работы на самом деле очень много. Работает правительственная комиссия по геноциду, работает парламент по этому вопросу с Государственной Думой. Я думаю, что вот эти усилия надо объединить и как раз под эгидой Министерства иностранных дел проводить всю политику, внешнюю политику до доведения и до Европы, и, можно сказать, и до российских граждан, которые не знают об этом, довести и до Америки, и до Латинской Америки, и до наших друзей, что действительно был факт, который все эти годы замалчивался». Кроме того, глава государства подчеркнул вопрос признания независимости нашей республики не снимается с повестки дня. В этом направлении должна вестись каждодневная работа. Агунда Губозова, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня».